Всем привет, друзья! Вы на канале Смиру по пиву. Приветствую вас в недрах секретной лаборатории изучения пива. Сегодня у нас будет обзор двух интересных пивцеринов, которые нам с Ипполитом Матвеевичем подогнали ребята с канала Коктейль ТВ. Станислав Николаевич и Яков Станиславович. Погнали! На фестиваль домашнего пивоварения приезжали ребята с Коктейль ТВ и зацепили мне, ну и Ипполиту Матвеевичу тоже, вот два таких пиццерина. Ротбир, Брювери, Роггенбир и Портер. Кстати, обратите внимание, Роггенбир написано с ошибкой, две буквы Г должно быть. Роггенбир, то есть ржаное пиво и Портер. Ну, собственно, про Портер, я думаю, все в курсе, хотя не все, но не суть. В общем, давайте нальем, пускай пиво стоит, дышит, а я пару слов буквально скажу, что мне известно вообще про эту пивоварню. Пузыри в Портере, друзья мои, вот вы теперь видели все, как и я. Варит эти пивцерины пивовар Сергей, варит он с 2014 года. Пивоварня Ротбир, она была зарегистрирована вообще как пивоварня в 2022 году совсем недавно и продавалась только лишь в разливайках. Потом появилась в знаменитом пермском ресторане СССР. Ну и сейчас Сергей уже глобально решил продавать свое пиво по России, разливая его в банки и в бутылки. Ну что же, Роггенбир это такой очень старый уже стиль пива, который не так часто ты встретишь, то есть это Дункель Вайцин с добавлением соложенной ржи. Интересно, то есть ржаное пиво, оно, конечно же, сразу можно докопаться и сказать, что у Роггенбира должна быть такая плотная пенная шапка, которой здесь нет. Здесь есть пенная корона, цвет, ну а по цвету в принципе нормально. Слушаем аромат, пробуем вкус. Цвет у пива такой напоминает ржаной квас и вы знаете, в аромате тоже он же, то есть чувствуется рожь, такой мягкий, приятный ржаной аромат. Ну, интересно. Пробуем вкус. Вкус приятный, такой нежный, мягкий, такой действительно ржаной чувствуется рожь. Немного карамельки ощущается. Вообще, каноничный Роггенбир это пшеничное пиво, да, с пшеничными дрожжами, которые должны давать такую характерную ноту банана и гвоздики, но здесь этого нет. Не запрещено, потому что сбраживать Роггенбир другими штаммами дрожжей. Почему нет? Нормально. Вот незаметно, да? Я про пиво рассказываю, я уже столько выпил. Прикольно, вот приятно. Чем больше пьешь, тем больше во вкусе появляются вот эти вот ноты ржаного солода. Классно, Сергей. Молодец. Хорошо. Ну и портер у нас, друзья, такой прям вот каноничный, темный, такой сочный, мощный цвет. На просвет, если смотреть, с таким красноватым, красивым оттенком. Слушаем аромат, пробуем вкус. Ну, аромат приятный, мощные такие, темные солода, небольшая дымность присутствует здесь. Что удивительно, такой небольшой, но все-таки заметный травянистый хмелек еще в аромате. Прикольно. Кстати, я пока не попробовал, я аж про Роггенбир-то не сказал, есть там хмель или нет. Друзья мои, вот редкость моментов секретной лаборатории, когда я просто за обзором выпиваю бокал пива. Офигеть. Приятный. Такой классный, мягкий Роггенбир, но абсолютно без хмелевой горечи. В принципе, слабенькая горчиночка там, ну, допустимо, в принципе, но здесь ее вообще нет. Пробуем вкус портера, где хмелек в аромате. Классный портер, прикольный вообще, мощный, такой сухой, плотный вкус, такой горчинкой, но горчинкой не хмеля в послевкусии, а именно вот с жоночкой такой. Нормально, сушечки, хорошо, вот приятно. Прям горечь. Прям в послевкусии. Прям-прям. Классно. Сергей, молодец. Друзья мои, сегодня у нас был обзор пивоварни Родбир, двух пивцеринов от этой пивоварни. Родбир Брювери, это Роггенбир и портер. Пивовар Сергей, ты молодец. Слушай, другие бы пивцерины твои с удовольствием попробовал, а может быть даже и Полит Матвеевич намекает, и на пивоварню бы к тебе приехал, поснимал бы твое производство и там куда-нибудь в ЦКТшку бы свалился и остался бы там. Шутка. Подписывайтесь на канал, друзья мои, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале Смиру по пиву. Всем добра и мира, увидимся, пока.